а знаете ли вы друзья мои что а что вот это за рогаточка такая с изолятором прозрачного полимера а это между прочим универсальный уравнитель или более того скажу вам балансир ну или по нашему по аудиофильски эквалайзер да регулятор высокочастотного спектра как вам такое ребята и это мы еще даже не начинали так вот дети ровнёхонько лет 7 уж тому как назад довелось мне бывать на голландской стороне и нет это не то о чем вы подумали я не был в амстердаме кстати говоря в амстердаме я не был вообще ни разу в жизни представляете себе бог миловал дело происходило в городе по моему эйнтховен что я там делал да ребята в числе 20 избранных лучших людей планеты земля без всяких шуток я впервые в истории слушал вот эти самые колонки кио акустикс концепт 500 да так они называются концепт 500 в тот момент флагманская самая понтовая модель фирмы и с тех пор таковой остается и производится до сего момента наконец настало время о ней поговорить да новая история про эйнтховен еще только началась сейчас на сцену выйдет апекс твин нет до него выходит кен и шивата дело в том что в эйнтховене располагается квартира штаб-квартиры европейская штаб-квартира компанией маранс это видимо с времен philips еще такая традиция вот и собственно говоря в эйнтховен мы все приехали на презентацию которую проводил живой тогда еще кен и шивата новейшего флагманского усилителя маран с индексом 10 да это был первый опять таки в истории маран с усилитель на шим модулях они классический транзисторный или ламповый тем более и показывал его кен и шивата с совершенно новыми самыми понтовыми колонками которые он мог найти в тот момент впрочем я расскажу вам почему он именно эти колонки выбрал да вот с этими самыми лирический момент слушайте ну были же времена да вот я сейчас как вспоминаю про эту поездку это же вот был тот момент когда тебя реально выписывали одним днем в эйнтховен ты такой типа каким-то сверх ранним утренним рейсом фигаришь туда типа там полдня по городу от от обед мероприятия ужин все бухают ночным рейсом обратно ну как в тулу в какую-нибудь съездить понимаете в эйнтховен черт возьми это было нормально я чуть не два раза в месяц вот ездил так мир еще был един и открыт да ребята вам такого уже не видать но мы-то слава богу еще пожили да так вот апик ствен дело в том что в июле 2016 года а именно тогда все это происходило вышла эпишка апик ствена под названием чита и когда я прилетел в эйнтховен я первым делом ее собственно говоря в магазине купил потому что свинья грязь найдет конечно же я не пошел там понимаете кстати говоря я был сутки в музее сейчас я вспоминаю в каком-то да но понятное дело что первым делом я вошел по музыкальным магазинам и купил вот этот самый новый релиз апик ствена в жух вот он этот тот самый компакт диск который я там купил посмотрите вот он как раскладывается песочек сам и конечно же ричард джеймс не обошелся в этом релизе без очередного реверанса нашему отечеству потому что вы помните да он вообще долгое время жил где-то у нас там в химках с какой-то русской девушкой кстати говоря интересно живет ли он до сих пор с ней уехал ли он с ней вместе или бросил ее здесь но в 2016 году все уже все еще было хорошо и вот здесь есть на как бы второй а тут по сторонам нет в общем пятый трек цирклон 3 колхозный микс вот посмотрите сейчас мы крупничок дадим так и написано белым по синему русским языком колхозная микс да у нас в смоленске есть колхозная площадь на ней колхозный рынок а у вас есть ричард джеймс люблю так вот прихожу я на собственно говоря основное мероприятие на презентацию там сид не так много людей человек 20 вот этих самых сатанинских этих значит аудиофильских стариков ну так чтобы понимали это реально вот люди ну легенды аудиофилии кен кеслер а майкл фример если вам о чем-то говорят эти имена мне говорят вот и естественно поскольку представительная компания то конечно же это не просто типа там кен и шивата что-то втирает со сцены да а это действительно небольшое относительно помещение в котором все общаются на равных и вам предлагают в том числе конечно же послушать свою музыку типа ну вот новый усилитель зацените насколько он вообще офигитель ну и они начинают ставить конечно хорошо если там брамса и бетховена хорошо если джаз на импульсе а то ведь дайр стрейц конечно же тоже они заводят господи боже мой но опять же все присутствующие есть уважение есть ритуал и поэтому в какой-то момент доходит очередь до меня и тут я захожу с козырей слушайте честно говоря шутки шутками но я тогда прям удивился потому что ну действительно ты вроде приезжаешь но это правда лучшие люди планеты которые занимаются аудиофилией и ты такой типа включаешь апекс твина апекс твин господи что мы не слышали апекс твина ребят с 93 года звезда да ну как бы апекс твин камту дэди ну вот это все window liquor ну это же просто поп хиты реально такие чуваки сидят чё это вообще серьёзно в общем я конечно рисанулся стоит ли говорить что после этого молодые сотрудники стереофайла и абсолют саунда подходили жали руку выражали респект и вожуху ой а что надо уже про колонки рассказывать а а а про меня все хватит да черт возьми ну ладно по хорошему конечно закончить видео на этом вот драматическом взлете карьеры нашего лирического героя но ладно так и быть все таки это видео про колонки кью акустикс концепт 500 короче вы поняли колонки эти молодые в смысле молодой фирмы но сами колонки уже с аудиофильской истории это флагман кью акустикс и и они сразу же задали вот эту вот высокую планку именно что технологическую того как они делают акустику и в этом флагмане все самые-самые крутые кунштюки которые были изобретены специально для этих колонок и здесь они воплощены в максималке ну и с тех пор собственно говоря во всех линейках они так или иначе преобразуются и реализуются так вот что здесь самое интересное во первых эти колонки реально довольно большие как вы видите уже по кадру причем если передняя панель еще более-менее такая узкая и в общем не такие большие басовики то в глубину колонка вот это вот зацените да ого вот она прям действительно мне кажется на ну да это как минимум в два раза глубже чем шире она поперек себя ну как говорят у нас в деревне вот при этом объем корпуса удивительным образом совершенно не такой большой как можно было ожидать почему потому что во первых самая главная технологическая штуковина которой гордится кью акустикс это многослойный корпус здесь не просто какой-нибудь там мдф в полтора сантиметра толщиной нет ребята здесь три слоя мдф то есть по сути дела это колонка в ней три корпуса отдельно она как матрешка раз два три внутри и между этими самыми слоями мдф а до сверх плотного вязкое вещество под названием гель-кор гель-кор это называется эта штука которая никогда не теряет своих физических свойств то есть она всегда остается вязкой соответственно здесь получается абсолютно ультимативная виброразвязка которая настолько эффективно гасит любые резонансы корпуса ну что всякие вот эти вот мраморные бетонные металлические корпуса конечно же нервно курят в сторонке по сравнению с тем как здесь сделана виброразвязка второй внутреннее демпфирование и крепление динамиков значит это две как-то два сопутствующих аспекта потому что здесь еще вот эти вот боковины они самые резонирующие конечно же как понимаете да потому что самая большая плоскость они по всему корпусу соединены вот такими распирающими распирающими или наоборот стяжками да конечно называется стяжка ну такие бруски здесь стоят и они стягивают собственно говоря эти две плоскости чтобы опять же они не вибрировали но мало того эти стяжки используются еще и для крепления динамика потому что обратите внимание басовики кстати говоря twitter по-моему тоже также закреплен но басовики в любом случае посмотрите на фланец здесь не то чтобы задекорировано а просто даже нет места для того чтобы какие-то шурупчики винтики прикрутить его к передней панели он не прикручен он просто вставлен в переднюю панель там есть еще конечно же специальная резиновая прокладочка которая это все развязывает а как собственно говоря закреплен сам динамик значит позади и этого и этого мид басовика стоит вот такой вот брусок который собственно говоря завязан на две уковые панели и у динамика две штанги которые притягивают его к собственно говоря этому бруску они работают еще и как немного подпружиненная такая схема развязки ну так или иначе они получаются исключительно внутри корпуса его держат причем из-за того что там как-то какая-то немножечко тоже плавающая конструкция соединения они никогда не меняют вот этого натяжения то есть она всегда постоянно немножечко пружинит и поэтому то есть никогда знаете в обыкновенной акустике когда у тебя прикручено все этими самыми винтами а на основном говоря тебе несколько лет играет эти винты немножечко разбалтываются и можно их подтянуть я помню становим так экспериментировал подтянул болты так что слушать колонки стало невозможно пришлось растягивать вот ну короче говоря здесь этой проблемы нет динамик он вот как бы завязан на специальную виброразвязывающую опору внутри корпуса представьте себе а снаружи не скажешь снаружи вообще все дико скромно опять-таки с точки зрения виброразвязки рядом с такой конструкцией никакие саморезы на фланце рядом не лежали но это еще только второй пункт а есть еще третий и не последний значит третий пункт ребята это то что здесь внутри корпуса еще используются резонаторы геймгольца а да значит тут представьте себе две трубы внутри они вертикальные и они настроены так собственно говоря что такое резонатор геймгольца он на работает с определенными волнами определенной частоты может их усилить или гасить соответственно здесь он используется для того чтобы гасить вертикальную стоячую волну внутри корпуса то есть вот они сделали развязку и динамиков сделали развязку всех частей корпуса так еще и внутри если появляется стоячая волна просто в объеме и и тоже убирает в некоторых колонках такое тоже используется но вот в таком комплексе я не видел и не слышал никогда и вот конечно в этом я бы сказал некоторая проблема к и акустикс потому что они внешне выглядят ну как такие типа дизайнерские колонки хочу все скромно все понятно все просто а там внутри такое там такое поэтому слушайте дальше значит вообще-то говоря не зря я начал разговор про эти колонки с истории как мы слушали их с кеном и шиват потому что разработал эти колонки никто иной как человек по имени карл хайнс финг я его уже не раз поминал в наших видео но напомню вам еще раз это такой гигантский такой толстый мужик у которого целое бюро который занимается разработкой акустики и скажу вам так я боюсь что можно по пальцам руки пересчитать производителя акустики сейчас современный который бы не воспользовался талантом мистера финка для каких только брендов он не разрабатывал колонки абсолютно разные у него есть собственные и они с кеном и шиватой были старые старые друзья поэтому собственно говоря на всех международных презентациях маранца в последние годы когда кеном шиватой еще был руля и был жив он все время использовал колонки финка либо у финка были собственные колонки они прям под брендом финг абсолютно циклопические фигуи вот либо что-то разработанное им ну в частности к ее акустикс собственно говоря вот эта вот модель да это тоже финковская и он приложил руку вообще ну практически ко всему то есть к нему реально очередь стоит из брендов производителей которые хотят разработана флагман такой чтобы было офигенно и он разрабатывает самое интересное что у него все эти колонки которым для разных людей делают они абсолютно разные абсолютно разная технологическая база абсолютно разный звук но это всегда офигенные колонки ну то есть вот так как бы гениальность аудио инженера ни в одной колонке финка нет таких технологических решений как здесь он их взял он сделал идеальную колонку флагманскую для q-acoustics да я еще промо часть не закончил значит что тут еще кроссовер сзади видите вот это вот красивую прозрачную панель с джампером собственно говоря эта панель на которые крепится кроссовер конечно же там вот это вот все самые понтовые элементы значит какой-то топовая серия мундерфа все вот это и собственно говоря джампер который регулирует отдачу высокочастотника плюс-минус пол децибела говоря откровенно это практически не слышно но колонка действительно такого уровня что в зависимости от того какая у вас акустика в помещении какой электроника вы используете это может быть критически важно поэтому они это сделал фазик ребята фазик выдающийся в своем роде не знаю чувствуете ли вы это по картинке но размер его циклопический я таких фазиков не видел даже в джи би элих размером с два меня потому что у него диаметр реально как у басов мид басового динамика в этой колонке вау да собственно динамики мид басовики одинаковые они бумажные мягкий тканевый купол схема деаполита все на самом деле по классике но другое дело что как вы понимаете да закреплены в корпусе особым образом и конечно сами динамика тоже это абсолютно своя разработка вплоть до катушки например которая намотана алюминиевым проводом с медной оплеткой для того чтобы и легкость катушки сохранить и проводимость добавить ну в общем вот это вот все что еще еще две пары клемм здоровенных кстати говоря для подключения акустического провода которые опять-таки таких вы нигде не найдете потому что это специально сделаны под эту акустику вообще кстати говоря дизайн этих колонок конечно для аудиофильского девайса абсолютно выдающийся в том смысле что он вроде как на вид скромный но надо понимать что ребята из киу акустикс они не только финка позвали разрабатывать собственно говоря матчасть акустическую но они хорошего промышленного дизайнера позвали сделать собственно говоря стиль колонки именно поэтому здесь нет ни одного элемента который вы встретите в любой другой акустики но вот как обычно да типа у всех стоят вот эти вот копеечные разъемы даже на джибелье блин за миллион 5 копеечные детальские разъемы под акустический провод извините но здесь такого нет здесь каждая деталька продумана и конечно вот это вот то как сделан корпус честно говоря опять таки я такого не видел никогда и нигде вот это вот такой полупрозрачный молочный такой белый лак ну просто вот он конечно ты когда смотришь живьем я не знаю видно ли это на видео ощущается ли но вот здесь у меня полное ощущение что вот берешь эту колонку и она как-то должна то ли быть мягкой то ли в общем там прям какая-то в ней внутри жизни это вот такой цвет но он он завораживающий это не белый это не бежевый а мал вот как ты в банку со свежим парным молоком и конечно это вот ребята натуральный шпон и как кусок ну какой-то что-то я не знаю что тут какой-то ясень орех бог знает в общем короче говоря тоже он под лаком но как они соединяются с просто куском лакированного корпуса обалдеть и вот эти вот мягкие округлые грани как это все сделано с точки зрения именно что материал обработки это обалдеть я такого нигде не видел при том что это не выпендрешь с какой-то дурацкой инкрустации золотом да а это именно так такой вот утонченный скромный стиль хотел было сказать скандинавский но нет британский в лучшем смысле этого слова офигенно и вот эти вот конечно панельки сзади такие полупрозрачные это все не не конечно на эту колонку хочется смотреть честно вам скажу и опять же она сделана так чтобы не испугать непуганных аудиофилии девочек да чего девочки есть в этом чате но я знаю что вас три процента но может быть кто то есть скажите как вам дизайн этой штуки напишите в комментах пожалуйста да но что же у них со звуком ребята я прекрасно понимаю теперь когда наконец провел с этими колонками достаточно время и не просто съездил на их презентацию я понимаю почему кен и шивата взял их для представления своего нового усилителя потому что они действительно очень снисходительно к электронике несмотря на размер несмотря на сложность конструкции чуйка у них 90 децибел импеданс не очень ровный но более менее человеческий ну как это сказать не очень ровный но судя по тому что я попробовал с разными аппаратами они конечно же не нагибают электронику то есть если ты хочешь продемонстрировать свой усилитель хороший или плохой средний непонятно какой то это хороший выбор потому что это колонки уже невероятно высокого уровня но они при этом этот усилитель покажут с лучшей стороны для нас потребителей в данном случае вывод такой не нужно мучиться с подбором усиления для этих колонок понимаете то есть они более менее от всего будут играть я бы даже сказал что я не пробовал но вангую с лампы это будет тоже неплохо и конечно с точки зрения характера этой акустики не зря и шивата поставил эти колонки именно для презентации вот этим самым акулам аудиофильского пера понимаете это же все люди которые слышали в своей жизни все когда я туда приезжал я еще слышал гораздо меньше чем все они их рупором не шуганешь понимаешь электростатом не удивишь то есть там уже это все 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 отработано а здесь здесь самое главное есть порода которую человек наслушанный сразу считывает и понимает ну понимаешь уже стрельные воробьи тертые калачи и вот это ну ладно давайте применим этот сомнительный термин английский звук в его скажем так практически идеальном воплощении то есть это английская колонка которая с одной стороны сделана так чтобы нормально работать в большинстве систем подавляющим большинстве а с другой стороны она дает именно тот эффект да этот звук не бросается тебе в глаза в уши еще раз с первого раза хотя ну то есть сравнивать с классикой английской типа там bbc мониторов там да то есть вот эти все спендеры harbit и тому подобное великолепной колонки которые реально все-таки нужно ну немножечко иметь опыт слушательский чтобы понять в чем их величие то здесь да они не броски но они сразу тебя впечатляют тем не менее ну просто самим масштабом своего подхода то есть они нет они не совсем скромные такие английские они умудряются сочетать в себе и некоторую такую вот эту вот сочность и при этом ту самую вот эту вот английскую аристократичность которая из-под воль незаметно для твоего сознания заставляет тебя слушать музыку не заставляет помогает тебе открывать для себя музыку не утомляясь и не отвлекаясь на какие-то вот эти вот просто красочные детали но знаете что у кио акустикс есть абсолютно уникальное свойство на которые я сейчас обратил внимание и такого я не слышал никогда значит дайте-ка мне эту пластинку вот она секундочку вот она футуристический дракон альбом моей любимой группы тирекс марк болон 76 год глэм рок вот эти вот гитары я его купил недавно слушал нам уже нескольких разных системах с разными ценниками вплоть до многих-многих-многих миллионах эта штука кстати говоря стоит вообще по нашим временам учитывая как она выглядит вот я смотрю на нее и думаю три ляма ну ладно самое меньше полтора посмотрите по ссылке сколько она на самом деле стоит короче в туристический дракон глэм рок тернозаврус рекс грязная гитарная такая моща сок ну казалось мне когда я слушал эту пластинку на разных других системах я поставил ее здесь и вал такой как будто другой другую пластинку другой пресс вместо что у меня тут у меня тут немецкий пресс своего года до оригинал но немецкий конечно это не какой-нибудь там британский или американское издание так вот а здесь как будто какой-то прямо вот этот первопресс поставили такой причем не не юзанный настолько играет чисто мне казалось что это свойство записи что там вот кроме ну то есть тяжелые гитары вот это все и какой-то вот такой все время но и шум такой который давит на тебя и это ну в принципе нормальная ну эстетика глэм рок а под подходит на этих колонках вдруг абсолютная чистота то есть вот это все есть динамика есть кач есть погружение есть все хорошо но нету никакого лишнего шума и вот это то самое абсолютно уникальное свойство этих флагманских кишек отыграть любую фонограмму так чисто что ты не думал что она может настолько прозрачно идеально звучать я даже на электростатах такого не слышал а уж аппикс ты на них послушайте